Привет, с вами Герас Никита и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как работает 3D принтер, который достаточно популярный сейчас в Америке и Китае. Как вы можете заметить, вот так вот он выглядит и он производит вот такие вот фигурки. Можно выбрать различного рода цвета. Это на самом деле один из самых простых 3D принтеров. То есть он может производить фигурки одного цвета, можно выбрать желтый, зеленый, красный, какой угодно. Есть 3D принтеры, которые производят фигурки сразу разных цветов. То есть, например, какую-нибудь куртку, черную куртку с желтыми вкрапинками, например. Также этот 3D принтер может производить вот такие вот вазы, вот такие, вот такие. Очень много тут ваз достаточно красивых. И также 3D принтеры используются сейчас усиленно в строительстве каких-либо больших домов, чтобы не тратить особо много денег на ресурсы и чтобы строить это намного быстрее, без человеческой помощи. Также вот такой вот деревянный меч, можно сказать, можно сделать с помощью этого 3D принтера. Он на самом деле не деревянный, а пластиковый, но выглядит как деревянный. Так, давайте я вам покажу, как его включать. Мне тут американский мой коллега, так скажем, объяснил. Значит так, нажимаем на эту кнопку «Включить». Дальше. Сейчас это запустится. Я нажимаю дальше «Folder». Выбираю одну из этих схем, что я хочу запринтить. Вот, например, вот эту. «Birdle G-Code Print». Нажимаю «Are you sure to print this file?» Вы уверены в том, что хотите запринтить этот файл? Конечно, я уверен. Так. И пока это запустится, это запустится в течение двух минут или трех. Он мне сказал. И получается, принтите, оно будет эту фигурку 3 часа 30 минут. То есть я вам покажу начало работы и, скорее всего, конец, когда это допринтит полностью. Давайте пока поговорим. Слушайте, довольно интересная технология. На самом деле, хочу себе купить один из 3D-принтеров в Россию. Может быть, закажу из Китая. Дабы Китай находятся недалеко от России, они довольно недорого их продают. То есть, ну, в основном, от 200 до 500 долларов за один 3D-принтер. В зависимости от его, так скажем, сложности, в зависимости от его микросхем. И в зависимости от того, что он производит. Вот так же вот, можете заметить, вот такую девушку можно с помощью этого 3D-принтера сделать. Гоблина, фигурку Бэтмена. Вот ваза еще, эфелева башня. Различный, так скажем, stuff, different stuff, можно сказать. Очень-очень интересно, так, началась ли работа. Ага, ага. Ну, минуту прошла. Пока он нагреется, ребят, то есть, должна быть достаточная температура нагрета вот этой вот платформы. И также должен вот этот воск нагреться, так скажем, чтобы фигурку равномерно, равномерно ее, так скажем, создать. Ну и также иногда придется немножко поддерживать этот 3D-принтер, потому что он может не всегда печатать ровно. То есть, иногда все-таки нужно поддерживать его. Ну, я думаю, мне мой американский друг покажет, как это делать, потому что я с такими 3D-принтерами столкнулся в первый раз, если честно, ребят. Поэтому давайте немножко подождем. Он сказал 2-3 минуты. Вот, как вы можете заметить, процесс весь. All process. Так, можно паузу сделать или завершить. Ага, ну пока 0%. Пока он только запускается. Я думаю, совсем скоро он должен запуститься. Ну и, скорее всего, я вам покажу в следующем видео очки виртуальной реальности. Если мы успеем записать. Так вот, можете тут заметить, вот такие еще фигурки может 3D-принтить. Вот такую ракету. Тут разные 3D-принтеры есть. Вон, раз, два, три, четыре. Вот, пятый, шестой, седьмой. Еще в гараже 3 или 4 штуки, точно не помню сколько. Так, ну что там, начинается. Уже почти 3 минуты прошло. Так, вот он начал работать, ребят. Как вы можете заметить. Is the drive working working? Yeah, first we'll print the grid on the grid on the grid. Okay, so we'll print the object on the top of the grid. Okay. То есть он начинает принтить с конца. И вот начал, сейчас начнет в середине принтить этот объект. Все, начало, ребят. Смотрите, вот так вот создаются фигурки на 3D-принтере. Я даже не знаю, на самом деле, что мы принтим. Но один из файлов, который загружен в эту программу. Вот так вот это, ребят, работает. Давайте сразу на пуглок я засниму. Здесь это видно. Ну и получается через 3 часа 30 минут он полностью водопринтер. Пока что данная технология, так скажем, не так быстро работает. Все эти 3 часа 30 минут, это довольно долго для одной фигурки. Но я думаю, что со временем наши китайские коллеги или японские коллеги сделают эту вещь намного быстрее, намного, так скажем, прагматичнее, намного лучше. Ну, я, наверное, покажу вам, что из этого получится в конце, через 3 часа 30 минут. Здесь, конечно, не заснул. Так, ребят, ну вот, что-то получается. Больше похоже, на самом деле, на подшипники какие-то. Так, осталось еще 2 часа 29 минут. Довольно долго. Наверное, примерно ночью он как раз доделается, эта фигурка, если вы это видите. Ну, примерно, я думаю, вы поняли работу 3D-принтера. Не буду уже показывать бесконечный результат, потому что слишком долго он будет делаться. Все, ребят, всем спасибо за просмотр и всем пока!